Из книги «Открытым оком» том 6. Тема Лапкин книги. Вопрос 1543. У вас нет ни одного выступления ни в храме, ни в университетах, ни в школах, где бы вы не говорили о первостепенном значении проповеди о хмисте, об авторитете Библии. Так почему же православные пастыри не слышат вас, а люто воюют против вас, объединяясь в этой ненависти даже с сектантами? Вот и профессор Дворкин Александр Леонидович был здесь и в университетах, и в епархии на конференции. Он назвал вас сектантом и даже тоталитарным. Значит, они уже обречены оставаться на своих дрожжах, и никто из них не пробудится от этого сна. «Отвечает Игнатий Тихонич Лапкин. А всех знать мне не дано. А вот Дворкина наши люди приглашали на занятия, какие я веду в университете, как раз противосектантские, по Кальневу и другим лучшим миссионерам прошлого столетия. Он не захотел. И в этом он прав. Он знает, очевидно, что практика никому не мешает. А он ее упустил. Его выступления все до единого перечитал и нашел, что он теоретизирует на уровне возникновения сект и их деятельности. И в живе он их не знает. Он совершенно бесполезен в деле обращения их на путь истинный через слово Божие. Но бывает, что иногда в печати промеркнет лучик надежды, что мысли у иерархов не все только о табаке и водке, но у сектантов они учатся, правда, без оглашения этой тайны». Небольшая выдержка из газеты «Труд» 19 ноября 2002 года, страница третья. Рассказывает. Как отвечает митрополит Кирилл? Вопрос. Среди некоторых священников бытует мнение, что православным не требуется уподобляться протестантам в их навязывании своего вероучения людям. Почему возникают такие настроения? Ответ. После того, как в первые годы после краха коммунистической системы храмы оказались переполнены мной пришедшими людьми, впоследствии многих десятилетий духовного голода могло показаться, что так будет всегда, что достаточно держать двери открытыми. И дело христианской миссии будет совершаться само собой. Но вот времена изменились. Первоначальный голод утолен. И что же дальше? А дальше каждодневный труд, которому, как оказалось, были готовы далеко не все пастыри. Ныне, на мой взгляд, требуется весьма непривычное для православного священника делание. Он должен выйти за ограду храма и отправиться во внешний мир. На улицу, на вокзал, в электричку, на перекрытии дорог, идти навстречу человеку и учить, как апостол учили. И так идите. Научите все народы. А для этого необходимо изменить привычный взгляд на природу и внутреннее содержание миссии. От нас требуется сознание этой истины, что миссия далеко не исчерпывается проповедью в привычной, уютной и милой нашему сердцу обстановке православного прихода. Арена нашей битвы – жестокое и нередко враждебное пространство современного мира, где нас могут ожидать и непонимание, и раздражение, и сомнение, и насмешки, и разочарование. Именно в этой, столь еще непривычной для нашей проповеди и малокомфортной среде, мы должны научиться свидетельствовать Слово Божие. Митрополит Смоленский – законченный и беспокаянный экуменист широкого профиля. И он совершенно точно подметил, что батюшка к этому труду благовестия за пределами храма не готовы. Упустили всю рыбу, какая заплыла к ним с этим. И теперь пиратов. А теперь эта рыба уже в других сетях и превратилась в пиранье и в пиратов. И рвут гнилые сети православных, в кавычках, миссионеров, которым так привычен и уютен их разлюбезный храм-кормилец. Батюшкам нужно не это, а закон, по которому бы они имели право выслеживать сектантов и доносить на них. И этих сектантишек бы арестовывали и откручивали им головы. Они спят и видят, что этим делом займутся органы слежения и системы наказания, чтобы запретили регистрацию всех, кроме патриарших, в кавычках, миссионеров, типиконщиков или луйщиков коммунистического режима, храма и исповедь и причастия. Они так и думали, прямая речь, сколько причастников залезло в нашу мордушку. Тут нам житья и дохода на тысячу лет. А вот теперь снова остались со слепыми и беззубыми бесперспективными старушками. Кирилл сам тоже не пойдет на вокзалы и перекрестия. Ему это понятно. И его паства, и его батюшки тоже не пойдут. Это просто слова благочестивые на сытый желудок. Если авторитет описания не установили, то с чем же пойдут батюшки на эти самые перекрестия? Будут звать в храм на исповедь и на причастие, и чтобы это было чаще и как можно чаще. Христа не покажут и на него не укажут. А значит, Дух Святой будет ли там, в этих храмовых стояниях, исповедях и причастиях, всех подряд. Пьют и едят себе в осуждение, потому и больные, и часто помирают. 2 Ездре 1, 49-54 Также и начальники народа, и священников поступали весьма нечестиво, превосходя во всех нечистотах, всех язычников и осквенили. Освященный в Иерусалиме храм Господень Бог Отцов посылал вестников своих, призывать их к обращению, так как щадил он их и жилище свое, но они смеялись над священниками его. В тот самый день, в который Господь говорил, они насмехались над пророками его, доколе он прогневавшись на народ свой за нечестие. Это не относится к нам. 2 Маковельская, 11, 3 Храм обложить налогом, подобно прочим языческим капищам, а священноначалие сделать ежегодно продажным. Это не относится к нам. Иеремия, 13, 22 по 27 стихи И если скажешь в сердце твоем, за что постигло меня это, за множество беззаконий твоих, открыт подол у тебя, обнажены пятцы твои, может ли и Эфиоплянин переменить кожу свою и бар пятна свои, так и вы можете ли вы делать доброе, привыкнув делать злое, поэтому развею их, как прах, разносимый ветром пустынным. Вот жребий твой, отмеренная тебе от меня часть, говорит Господь, потому что ты забыла меня и надеялась на ложь, зато будет поднят подол твой на лице твое, чтобы открылся срам твой. Видел я прелюбодейство твое и неистовое похотение твое, твои непотребства и твои мерзости на холмах в поле. Горе тебе, Иерусалим, ты и после сего не очистишься, доколе же это не относится к нам? Сирахов 13.27, бедняк, сказал разумно, и его не слушает, заговорил богатый, все замолчали и превознесли речь его до облаков, заговорил бедный и говорят, кто это такой? Это не относится к нам.